Всем привет, друзья! Да, это первое интервью Эндрю Тейта после освобождения и сразу же большой скандал. Оно получилось очень интересным, мы желаем вам приятного просмотра. Но! В этом интервью много раз произносится очень сомнительное словосочетание, которое YouTube может воспринять как угрозу для их платформы и просто заблокировать это видео. А мы это не хотим, и поэтому это видео с небольшой цензурой. Есть и хорошие новости. Полную версию, да еще и без цензуры, мы выложили в нашем Telegram-канале, в которое вы можете перейти по ссылке в описании, либо отсканировав QR-код с экрана. А теперь действительно приятного просмотра. Мы как раз обсуждали обвинение в ***, организации преступления, группы людей. Верно? Я должен посмотреть вам в глаза и спросить, вы когда-нибудь кого-либо ***? У меня нет никакой необходимости кого-либо ***. И именно это, как мне кажется, совершенно очевидно для всех, кто слушает меня. На самом деле факт *** был раскрыт очень рано. Я думаю, что это произошло в течение моих первых 30 дней. Это обвинение выбросили, потому что нет никаких доказательств, что это дерьмо выбросили сразу. У меня нет никакой необходимости, никакого желания кого-либо ***. Еще одна вещь, которую я действительно осознал в ходе всего этого процесса. Я не знаю многих румын, я не думаю, что это влияние так часто встречается в Румынии, но в Америке, Англии и других странах каждый день богатых и успешных мужчин ложно обвиняют ***. Я не думаю, что в Румынии, когда богатого и успешного мужчину обвиняют ***, люди осознают это. Они говорят, о, необычное явление, это настоящая проблема. Но в Англии такое случается сотни раз в неделю. Каждого футболиста, каждого рэпера, каждого кинозвезду, любого успешного и богатого человека обвиняют в подобных вещах. И население с гораздо большей вероятностью скажет, ладно, не важно. Потому что это происходит постоянно. Это неприятный побочный эффект того, что ты богатый и успешный чел. Во время чемпионата мира по футболу, во время последнего чемпионата, Роналду пять раз обвиняли ***. Он на сраном чемпионате мира и пять девушек заявляют, что он из *** много лет назад. Это просто прискорбно. Так значит, все дело в деньгах, Андрю? Неужели все дело только в деньгах? Я не думаю, что дело только в деньгах. Но когда ты очень успешный мужчина и у тебя есть финансовый успех, а женщина не может получить от тебя желаемые деньги, то очень вероятно или, к сожалению, очень часто на Западе они обвиняют тебя в *** или говорят. Ну, в то время я хотела быть с ним, я любила его. И у нас был секс по обоюдному согласию. Но теперь, когда он не покупает мне сумочки, я решила, что не хочу быть с ним. И он меня ***. Это было ваше дело? Да, совершенно верно, абсолютно. Если бы я не был успешным человеком, ничего из этого не случилось бы. Она попросила гораздо больше, чем просто сумку. Ей было отказано. А потом ее внезапно ***. И это пугает, потому что сейчас в западном мире мужчине очень трудно защитить себя. Это пугает. Если ты мужчина, а женщина решает, что хочет пойти по этому пути вместе, как же ты можешь защитить себя? Я имею в виду, что в то время все происходило по обоюдному согласию. В то время, когда вы убили парой. В то время все было идеально. А затем резко. Она насчет всего передумывает и пытается разрушить твою жизнь. В Англии был очень известный футболист, которого недавно освободили без предъявления вины. Еще один случай Джонни Депп и Эмбер Хёрд. Похоже, что это большое событие, которое происходит постоянно. И я думаю, что в Румынии оно еще не совсем начало происходить. Слава богу. Но это еще больше беспокоит судью. Вау, хорошо. Это объединение в ***. Давайте взглянем. Судья говорит. Вау, хорошо. Это объединение в ***. Давайте взглянем. В то время, как если бы судья увидел 100 фальшивых объединений в *** неделю, он бы гораздо быстрее сказал. Хорошо. Доказательств нет. Отклонено. Так что... А как насчет ***? Да, я занимаюсь торговлей людьми для ТикТока. И это совсем другое дело. Не так ли? Когда вы говорите о ***, вы представляете себе, как людей связывают, заковывают цепи, перевозят через границы, заставляют заниматься *** деятельностью. Так я и представляю. И это ваше обвинение? Нет, мое обвинение заключается в том, что, во-первых, я не понимаю, как я могу заниматься ***, будучи арестованным по книжке. Я имею в виду, что две девушки, которые обвиняют меня в ***, являются румынками, которые прожили здесь всю свою жизнь. Так что это первая вещь, которая вообще не имеет никакого смысла. Во-вторых, они говорят, что я был вынужден это сделать. Может быть, вы это делали в интернете? Ну что ж, я думаю, что для того, чтобы заниматься ***, нужно кого-то перевозить. Они являются румынками, родились в Румынии и до сих пор находятся в Румынии. Так что в этом даже нет никакого смысла. Со стороны обвинения это выглядит довольно отчаянно. Они пытаются сказать, что я рассказал этим девушкам, как снимать видео на TikTok, и вынудил их это делать. А это так и есть? Нет, я дал совет о том, как стать знаменитым в социальных сетях, потому что я сам знаменит в социальных сетях. Я знаю, этого хотят все. Всем нужен совет от Тейта, не так ли? Поэтому женщины обращаются ко мне, как и мужчины. Я сказал судье, что могу привести вам примеры из 100 мужчин, которым я сказал, в какое время нужно публиковать посты в TikTok, и в какое время можно легче всего прославиться. Мужчины и женщины приходят ко мне и говорят, что я сделал это ради финансовой выгоды. Но в досье нет ни малейшего намека на финансовые данные. Они не указали ни одной транзакции, ни одного доллара, который я на этом заработал. Я задавал советы, и вот что и произошло. Они напали на меня и бросили в тюремную камеру. Они очень старались найти что-то реальное. Чего-то реального не существовало. Поэтому они были вынуждены обвинить меня в том, что у них есть. А именно в том, что я помог двум своим друзьям проставиться в TikTok. И эти две девушки говорят, что мы не являемся жертвами. Я остановлю вас на секунду только для того, чтобы вы рассказали мне, как я оказался в тюрьме. Я должен быть справедлив по отношению к Румынии. И я должен быть справедлив в том, что охранники действовали очень профессионально. Я также думаю, что охранники приносили извинения и вели себя уважительно по отношению к нам. Вся система в целом, каждый полицейский, с которым я общался, испытывал определенную степень сожаления. Они говорили мне, нам очень жаль, бро. Мы просто выполняем свою работу. Я подумал, я знаю тебя и уважаю, ты просто выполняешь свою работу. Но все понимали, что нам там не место. Никто с самого начала не верил в мою виновность. Со мной не обращались жестоко, как с преступником. Они профессионалы своего дела и выполняли свою работу. Мы все действительно понимали, что происходит. А изменил ли вас этот период в тюрьме? Это очень изменило меня. А вашего брата? Да, мы довольно жизнерадостные люди. Я верю, что Бог лучше из планировщиков. Если он решит, что мне нужно немного отсидеть в тюрьме, то я отсижу немного в тюрьме. Если он решит, что мне нужно больше, то думаю, я мало что смогу с этим поделать. Я не собираюсь убегать от этого. Я здесь для того, чтобы очистить свое имя. Я собираюсь пройти через весь процесс до конца. Я действительно думаю, что вы узнаете много нового о себе и о других людях. Конечно, но нет ничего такого. Чего бы вы уже не знали. Это просто подтверждает некоторые вещи, которые вы знали и о которых вам нужно было помнить. Может быть, немного тюрьмы пойдет мужчина на пользу, но я в этом не уверен. Я думаю, что мужчины созданы для того, чтобы бороться и для того, чтобы преодолевать трудности. Я думаю, что жить мужчины сводится к тому, чтобы с тобой случались плохие вещи и чтобы ты умел справляться с этими плохими вещами. И какое-то время у меня была довольно хорошая жизнь. Вот и все. У меня было очень трудное воспитание, очень тяжелая жизнь. А потом у меня был этот двух- или трехлетний период, когда я зарабатывал слишком много денег и летал на частных самолетах. И все шло довольно хорошо. И от обвинения до тюрьмы. Переходим к этапу ареста. Окей. Неужели это напугало вас в тот самый момент? Я не живу в страхе никогда. Меня ничего никогда не пугает. У вас нет никаких страхов? Нет, не то, что у меня нет страхов. Я просто не верю в страхи. Я не думаю, что страх это здоровое отношение для меня в подобных ситуациях. Я думаю, что Бак так и делает. Во вселенной есть и не я, не есть свет и тьма. И Бог решил устроить мне испытаний. И мне очень трудно усидеть на месте. В интернете и говорю, что я топ-джи. И говорю все эти вещи о психической устойчивости. И говорю о психическом здоровье мужчины. И помогаю им. И говорю о том, как у меня сильный разум. И Бог не испытывает меня. Бог сказал. Хорошо. Ты рассказал всему миру, насколько силен твой разум. Давай посмотрим, насколько ты силен на самом деле. И посадим тебя в тюрьму. Самое страшное в том, что попасть в тюрьму, это то, что ты не знаешь, как долго ты там пробудешь. Мне не было страшно. Я думаю, что мой опыт более страшен, чем у типичных румын. Потому что я отправляюсь в тюрьму в стране, где не говорю на родном языке. Мне приходится оформлять документы, которые я не понимаю. Я не знаю, почему я там нахожусь. Прошло уже две недели, потому что меня арестовали в канун Нового года. У меня было время заняться переводами и отгулами. А люди были заняты. Прошло две недели, прежде чем я получил свое обвинение на английском языке. Прежде чем я понял, какая это чушь. Так что сначала меня просто бросили в тюрьму. Они сказали, что это торговля людьми. Я спрашиваю себя, кто занимается торговлей людьми? Когда это было? Что именно? Что это такое? Это просто мусор. А они отвечают, о, вам придется подождать, пока появятся документы. Двендели спустя, просчитал их и понял, что это полное безумие. А потом каждые 30 дней мне продолжают присылать ответные письма. Но все, что ты можешь делать, это жить день за днем. И очень важно, чтобы у тебя, как у мужчины, было сильное тело. Чтобы другие люди не придирались к тебе. И сильный ум, чтобы ты не придирался к ним. И мне очень повезло, что у меня есть эти две вещи. А еще у меня есть мой брат, которого я очень люблю. Мы пожали друг другу руки и сказали, что имеет значение, пробудем мы здесь 10 лет или еще 10 дней, это не имеет значения. Мы одна команда, и мы справимся с этим, как мужчины. И мы ни на секунду не задумывались о том, чтобы совершить какое-то безумие. Убежать, разлиться на Румынию и вести себя как дети. К сожалению, это просто часть жизни, и вам придется пройти через это. А сколько у вас денег? Официально у компании Decode есть все необходимые данные. Я беден. А вы самый богатый человек Румынии? Так ли это на самом деле? Я не знаю, я этого не знаю. Но вы же знаете, сколько у вас денег? Для меня все этим просто. Я просто проверяю свои счета и точно вижу, сколько у меня денег. Именно в этом и заключается самое интересное, не так ли? Потому что говорят в английском языке, есть такая поговорка. Если ты знаешь, что у тебя есть, значит у тебя не так уж и много чего и есть. Именно так они говорят, потому что на определенных уровнях, в определенных эшелонах доходов и финансов, ты не знаешь, сколько у тебя денег. Давай представим, что у меня есть собственность, но я точно не знаю, что сейчас ценится. У меня есть криптовалюта, но я не знаю, сколько она сейчас стоит. У меня есть наличные деньги. А у вас все еще есть криптовалюта? Они все еще есть? Конечно же нет. Нет. Пожалуйста, объясните мне, в чем дело? Я не слишком разбираюсь в крипте, но некоторые криптосистемы довольно сложно изъять. Суд уже принял несколько мер, и мне очень жаль, что все так вышло. И вот они забрали. Таким образом, суд изъял у меня около 15 миллионов евро. И как мне кажется, это их решение. Насколько я понимаю, юридический прецедент заключается в том, что когда они забирают ваши деньги, причина, по которой они забирают их заключается в том, что они доказали, что вы заработали эти деньги нелегально. В моем досье нет никаких записей о каких-либо денежных операциях. Так вот, они забрали 15 миллионов евро и сказали, что я сделал это преступным путем. Но они не показали, где была совершена одна из этих операций преступным путем. И вот на этом интересном моменте мы прервем это видео. И продолжение, и версия без цензуры будет в нашем телеграм-канале Andrew Tate, нижнее подчеркивание, рус. Ссылка на экране и будет в описании. Там весь эксклюзив и продолжение этого интервью. Так что ждем вас там, там еще и скидки на все курсы. Спасибо за просмотр, до скорых встреч.